Смотрите, сначала давайте мы поймем, что же такое нетрадиционная медицина. Вообще определений много. Опять же, видите, у нас такой интересный курс, мы за что не возьмемся, у нас всему много определений. Мы сейчас не будем вдаваться в большое количество определений и разные подходы. Позвольте мне оставить только одну точку зрения. Интересно, что если вы посмотрите источник и этот журнал, там достаточно много информации о альтернативной или нетрадиционной медицине с хорошей, высокой, практической точки зрения. И действительно достойный источник. Один из многих по, конечно, нетрадиционной медицине. Это медицинский источник. Итак, что же нам называть нетрадиционной? Ведь нетрадиционная может быть какая угодно. Например, то, что мы называем китайская медицина, она же в Китае традиционна. Или в Индии аюрведа. А в Америке они нетрадиционные. А, например, может быть, что-то было у нас нетрадиционное, а стало традиционным. А может быть, что-то у нас, наоборот, было традиционным, а потом после этого стало нетрадиционным. Что же делать? Обращать внимание на культуру, историю, страну. Для экономии времени, во-первых, вы можете почитать статьи у нас на сайте об альтернативной медицине. Для экономии времени, позвольте мне остановиться вот на таком, на такой точке зрения. Марша Энджел и Джером Кассерер. Двух видов медицины, традиционной и нетрадиционной, быть не может. Есть только медицинская практика, которая прошла соответствующее испытание. И медицинская практика, которая таких испытаний не прошла. Есть медицинская практика, которая работает. И медицинская практика, которая не работает. После того, как способ лечения был тщательно проверен, уже не имеет значения, считался ли он когда-нибудь нетрадиционным. Если этот способ показал себя безопасным и эффективным, его примут на вооружение. Но притязания, рассуждения и свидетельства не могут заменить собой факты. Точка. Нужно запомнить этот принцип. Поэтому, когда кто-то будет обращаться к различным энергиям, каким-то духом, силам или еще что-то в плане лечения, вы скажите, а это вообще как-то хоть проверено? На ком? На вас это проверено? А противопоказания имеются? Или в вашей методике противопоказаний нет? Она доступна любому практикующему, любому человеку. И все, кто хочет, может практиковать этот метод. Понимаете? В плане нетрадиционной медицины, здесь вообще получается интересная такая катавасия. Просто в перемешку все смешано. Они пытаются брать от традиционной медицины какие-то методы, какие-то постулаты, примешивать свои духовные принципы и из этого делать некую медицину. У них ничего не получат. А, еще проблема в том, что у них специалистов нет. Потому как каждый метод зависит лично от отдельного человека. Соответственно, они очень такие лакунарные. То есть, очень сильно зависит от конкретного автора. То есть, методика одного, другого, третьего. То есть, все эти методики, никто не занимается объединением методик, исследованием методик. Конечно, есть некие институты, которые якобы практикуют весь этот синтез методик. Но в любом случае, не существует единой науки, а не традиционной медицины, которая как-то систематизирует, проводит опыты, исследования, все что угодно. В то время, как традиционная наука, традиционная медицина постоянно, шаг за шагом, день за днем. Да, вы знаете, наш организм, наше здоровье – это огромная загадка для любого врача, для любого ученого. Каждый раз, когда мы все глубже и глубже заглядываем в основы нашей жизни, в основы действия наших систем в организме, действительно, можно, я не знаю, Нобелевские премии выдавать чуть ли не, я не знаю, каждую неделю. Потому что каждый раз происходит все новое и новое фундаментальное открытие, которые или говорят о свойствах человека, или о способностях, или говорят о том, какие у нас могут открываться новые возможности, ставят новые проблемы. То есть, медицина и медицинская наука постоянно находятся на грани между, ну, можно так сказать, между, ну, не мистикой и явью, но между открытием и фантастическими свойствами, которые уже имеются. Потому что, действительно, творение Божие, жизнь – это и есть чудо. И исследование этого чуда, понимание, как это чудо существует, как наша жизнь существует – это серьезная, точная и очень важная наука. И, действительно, врачи иногда делают, ну, можно сказать, такие нетрадиционные предположения. Они пытаются искать в природе, в народных методах, в каких-то процессах, пытаются искать лечение, истоки заболевания, или возможности какой-то общей терапии. То есть, в принципе, постоянное общение медицины с так называемой нетрадиционной медициной, в принципе, происходит. Ну, что остается в медицине, или почему остается только традиционная медицина, или только то, что проверено? Потому что мы на опыте многих лет, многих десятилетий, даже столетий, убедились, что наши личные представления не идут ни в какой сравнении с проверенными методами. Мы можем даже думать, что некая таблетка, пластинка, жезл, я не знаю, или еще что-то может помогать. Но когда наступает серьезная ситуация, когда наступает серьезный вопрос заболевания, то все наши эмоции, все наши эмо уже пропадают. Когда некая супер таблетка или супер пластинка не лечит. А медицине нужно только то, что лечит, потому что она обращается к огромному количеству людей, к огромной практике. И вот это баловство здесь уже не работает. И еще одно важное замечание. Посмотрите, неужели вы думаете, что существует некий мировой заговор медицины, и мировые агнцы нетрадиционной медицины? То есть одни просто злыдни, которые так и хотят продать и больше накормить, и замучить всех людей в мире. А другие просто и ищут как бы спасти их от этих страшных лекарей. Конечно, и в медицине тоже есть люди, которые любят деньги, любят достаток, которые живут некоторым обманом или некой мистификацией своих знаний или умений, или еще что-то. Мы не говорим о том, что одни черные, другие белые. Мы просто говорим о том, что заговора как такового не существует. Более того, существует следующая штука. Представьте, если вот эти нетрадиционные методы такие простые, такие дешевые, такие общедоступные, почему же тогда они не входят в практику? Как было бы легко просто, ну, например, гомеопатия. Вот приходишь, например, у тебя там 350 видов шариков. Вот на каждый день или на каждую болезнь, я не знаю, на каждую болячку, что угодно. Здесь попил, там попил, здесь поел, все, лекарства не ел, только шарики сладкие покушал, все, все исцелился. Все очень дешево. Чтобы сделать, например, на тысячу человек одно гомеопатическое средство, достаточно просто буквально кархатулечки. И можно уже все это дело распределить на, не знаю, на тысячи, на миллионы доз. Как все дешево? Так почему же тогда мы не лечимся так дешево и так прекрасно? Подсказка. У нас еще это не развито, но за рубежом существуют страховые фирмы. Что такое страхование? Страхование, когда есть инвестирование средств и есть некий выхлоп. Так вот, если вы тратите больше, чем вы получаете, страхователю это неинтересно. Грубо говоря, если он тратит на вас больше, много средств, а пациенты помирают, ему это неинтересно. Если он не лечится, ему это неинтересно. Поэтому страхователю неинтересно, когда ваш метод не действует. Ему все равно, как вы его назовете. Традиционный, супер-пупер, нетрадиционный, эзотерический, экзотерический. Как угодно вы назовете свой метод. Если он не работает, ему все равно, как он называется. Я не буду туда деньги свои отсылать. Почему же тогда все эти методы являются не страховой медициной? На ваш страх-риск люди используют все эти методы. Страховая медицина говорит, извините, это где-то действует. Можете на себе поэкспериментировать, но у нас-то не действует. Поэтому давайте не будем этим баловаться. У нас есть проверенные методики и непроверенные методики. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok